Девушка! Девушка! Ой, Господи, да где же она? Девушка! Я слышу, я слышу! Ну чего барабанишь, я тут. Мне билеты, вот на все. Куда? Какие билеты? А, ревизор, что ли? Попалась, голубушка? Да нет, попросили. Давайте до следующей станции. Да Красногорска, значит? Ага. Держи. Спасибо. И впредь прошу быть всегда в форме. А почетному? А почетному направлению обстановка в данный момент перед Красногорском нормализуется. Конкретней, пожалуйста. Диспетчеры отделения пропустили почти все транзитные поезда и порожняк. Особенно толково и оперативно работает диспетчер Байчук. Байчук? Да. Сейчас все усилия брошены на то, чтобы организовать пропуск пассажирских и скорого поезда номер три в том числе. Кстати, а как там тройка? Тройка, к сожалению, опаздывает. К тому же она более часа простояла в Шумково. Причина? В данном случае товарищ Желнин просил распорядительный отдел побеспокоиться относительно цистерн для нефтеперерабатывающего завода. Я приказал поставить тройку под обгон цистерн. Я думаю, что это займет каких-нибудь полчаса. Кстати, тройку уже отправили. А распорядительный отдел, значит, своей точки зрения не имеет. Достаточно кому-нибудь позвонить, о чем-то попросить, и скорый поезд, к тому же опаздывающий, останавливается, а цистерны катит. Константин Андреевич, я думал, что Желнин, ваш первый заместитель, и я думал, что дисциплина... Вы правильно думаете, Степняк, но над приказами надо... Приказа не было. Была просьба помочь. Тем более, вы переусердствовали, Степняк. Надо было пойти к товарищу Желнину, доложить ему поездную обстановку, и настоять на том, чтобы цистерны, в конце концов, можно и придержать. Вы же не новичок. Виноват, Константин Андреевич. Виноваты. Я вас накажу. Василий Иванович, есть вещи непреложные на железной дороге? Святые, если хотите. Я не давал приказа останавливать тройку. Но это ваша идея протолкнуть цистерны для нефтеперерабатывающего? Эта идея не моя. Меня об этом настоятельно просил Колобов. Ну и что, что просил? Мало ли кто чего попросит. Константин Андреевич, это, простите, обком. И мнение обкома. Колобов еще не обком. Колобов просто заведующий отделом транспорта обкома партии. И мнение Колобова еще не мнение обкома. Почему вы думаете, что отсюда из управления дороги хуже видны наши дела, чем из кабинета Колобова? Это во-первых. А во-вторых, есть еще этическая сторона вопроса. Садитесь, пожалуйста. Хотя приказа Степняку вы и не отдавали, но вы же знаете, что для подчиненного просьба это тоже почти приказ. Даже хуже, чем приказ. Потому что за последствия приказа он не отвечает. Так что вы его подвели, Василий Иванович. Ну что вы молчите, как школьник? Ну что я могу сказать? Мне сказать нечего. Да, Константин Андреевич. Минуточку. Бабенко слушаю. Ну что там у вас с тройкой? Константин Андреевич, тройка в пути. На перегоне ключи Санго. Здрасте, Любовь Ивановна. Здрасте. Ну вот у себя. У себя. Я на минуту, хорошо? Угу. Глиноземному комбинату. Можно? Мы дали все, как положено по плану, но я предупреждаю еще раз. Если вы не сократите сроки простоя вагонов до нормы, Ах, платите? Да нам эти штрафы знаете? Нам нужен плановый оборот вагонов, а не ваши штрафы. Все. Что случилось? Я уже говорил, Федор Николаевич, я по личному вопросу. Я же вам сказал, Евгений Александрович, не время сейчас. Вы же сами видите, какое сегодня положение. Сами знаете, какая ситуация у вас на участке. Знаю, знаю. Вопрос надо решить сегодня. Завтра будет поздно. Выпишут ордера. Ну, хорошо. Ладно. Пусть все летит к чертям собачьим. Пусть. Давайте решать личные вопросы. Итак, у вас жилье. Да, жилье. Мы вчетвером живем в однокомнатной квартире. Меня опять выбросили из списка. Ну, сколько же можно? Все. Все. Дом распределен. Других квартир у меня нет. Вот сдадим на сортировку. Ну, там же еще и фундамента нет. Будет. И дом будет. Ну, когда? Будет, я сказал. Зачем вы ко мне пришли, Евгений Александрович? Что, я, по-вашему, должен всеми этими делами заниматься? В конце концов, существует.